Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема. Один из вас предаст меня. Христос указывает на Иуду-предателя. Евангелие от Иоанна, 13 глава с 18 по 30 стихи. 13 глава начинается повествованием о тайной вечере и о умовении Господом Иисусом Христом ног учеников. Последние стихи, которые относятся к этому событию, это стихи, в которых Господь говорит «Раб не больше Господина, поэтому если я умыл во многие, вы также должны это делать. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». 18 стих, 13 главы продолжает мысль Господа. «Не о всех вас говорю». То есть, если вы знаете то, что было мною не только сказано, но даже показано через умовение во мног, и исполняете, вы блаженны. «Но далеко не все вы будете блаженны». Он уже указывает на то, что один из учеников предаст его, отпадет от него, отпадет от Бога и не унаследует блаженства. Не о всех вас говорю. Продолжение 18 стиха. «Я знаю, которых избрал. Но дозбудется Писание, едущий со мной хлеб поднял на меня пету свою». Я знаю тех, которых избрал. Господь знает учеников и как всеведущий Бог, но знает их и потому, что уже на протяжении трех лет общается с ними, и они проявляют свой характер, проявляют себя в конкретных поступках. Но дозбудется Писание. Писание сбудется не потому, что это было предсказано и Иуда запрограммирован. Нет, Писание исполнится, потому что псалмопевец пророчествует, но у Иуды все равно остается свобода воли. Писание исполнится, потому что Иуда, и Господь это знает, уже вскоре свою свободу воли использует для того, чтобы его, Господа, предать. На что же указывает? На какое Писание Христос? На Псалом 40, где говорится, едущий со мной хлеб поднял на меня пету свою. Мы бы сейчас сказали иначе. То есть тот, который вместе со мной ел, обедал, вкушал, то есть был ко мне особенно приближен, потому что разделить трапезу в древнем мире означало указать на нечто общее с этим человеком, быть с ним другом. Так вот, я с ним обедал, и он теперь поднял ногу для того, чтобы меня пнуть, легнуть, ударить, потому что поднять пету, это замахнуться не для удара рукой, а для более сильного, более грубого, более жестокого удара ногой. Оказание на особое преступление вот этого приближенного человека, на особо жестокий характер измены. Девятнадцатый стих. Оказание им говорит, дабы когда это наступит, они вспомнили. То есть это наступает не потому, что он не знал и не мог этого избежать, но это наступает потому, что он об этом знает, и соответственно он следует этому, этим событиям священной истории, поскольку его смерть, его распятие будет полезно для верующих в него людей. Когда это сбудется, вы поверите, что это я. Выражение «это я» Господь Иисус Христос использовал в беседах с аудеями в Иерусалимском храме для того, чтобы указать на себя не только как на Христа. Они его спрашивали, ну ты ли Христос, скажи нам явно. Он не употреблял этот термин «Христос». Он указывал на то, что он един с Отцом, и они должны в него уверовать, и тогда они поймут, что это он, что это я. В этом, конечно, экзогету усматривают и некую аллюзию, некий намек на ветхозаветное имя Божие Ягве, которое означает помощник, покровитель, активно присутствующий, но на греческий язык было переведено «О он», «сущий», «существующий». Поэтому, если сказать «это я», «это я тот, который существует». Но в контексте Евангелия от Иоанна, безусловно, «это я» способ ухода Господа Иисуса Христа от вопроса «Христос ли ты?». Потому что, если он ответит «я Христос», иудеи будут вкладывать свое собственное представление в это понятие, свое ограниченное представление, что раз ты называешь себя Христом, ты должен стать нашим царем и политическим лидером. Но он говорит «это я». Да, я Христос, но не соответствую вашим представлениям, я равный Отцу. 20 стих. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Хочет ободрить учеников. Да, он, Господь, будет предан на смерть и распятие, но после этого последует новый период, когда они продолжат свою апостольскую деятельность, однако уже без него. Но их апостольская деятельность будет такова, что те, кто примут их апостолов, примут Христа, а раз примут Христа, то примут и Бога Отца Небесного. 21 стих. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Используется тот глагол «Тарассо», который указывал на волнение озера Галилейского, когда Господь шел по водам. И вот Господь взволновался. Он взволновался, когда подумал о предательстве Иуды, которое назревает. «Истинно, истинно говорю вам, использует этот семитский оборот дважды повторять слово «Аминь», чтобы указать то, что я сейчас скажу, очень важно. «Один из вас предаст меня». 22 стих. «Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит». Поскольку евангелист Иоанн Богослов излагает последование «Тайной вечери», не полностью, а опускает те фрагменты, которые уже описаны у синаптических евангелистов, он не говорит о том, что на этой же вечере, на этой вечерней трапезе, уже до этого Господь указывал, что среди вас есть предатель. Но тогда беседа перешла на другие темы. Тогда Христос сказал, «Кто вместе со мной опустит руку в блюдо, тот и есть предающий меня». И мы знаем, что Иуда искариотский сказал, «Не я ли это Господи?» И Христос ему ответил, «Да, это ты». Но, вероятно, Иуда спросил тихо, и Господь ответил тихо. А ученики начали спорить, кто из них больший, и переключились на другую тему. Затем последовало умовение ног. Но вот теперь Христос опять поднимает тему, что один из вас предаст меня, и ученики начинают озираться друг на друга и недоумевают, кто же предаст учителя. 23 стих. «Один же из учеников, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». Последование этой вечери, вечернего ужина, происходило в соответствии с тогдашними обычаями, и не сидели за столом, как потом изображали Господа и апостолов, художники эпохи Возрождения, а именно возлежали. И возлежали так, что кто-то находился перед Господом Иисусом, рядом с ним, тот, кто назван любимым учеником, по-гречески «энто колпо ту Иису». Используется существительное «колпос», которое может означать «грудь» или «чрево», то есть любимый ученик Господа находился рядом с ним, ближе всего к Господу Иисусу Христу, и, соответственно, мог повернуть голову и о чем-то Господа спросить. Естественно, используется любимый, производная от глагола «агапао», то есть тот, которого Иисус любил духовной, возвышенной любовью. И согласно единому преданию церкви таким любимым учеником является Иоанн Богослов. Итак, Иоанн Богослов находился на ужине рядом со Христом. 24 стих. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Симон Петр обращается к Иоанну Богослову, потому что Иоанн Богослов рядом с учителем, и ему проще всего повернуться, спросить, а с учетом, что учитель особенно ему благоволит, можно рассчитывать на ответ. 25 стих. «Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это?» То есть, развернувшись, даже прикоснувшись к груди, спрашивает Иисуса о том, кто предаст его. 26 стих. Иисус отвечал. «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту». Этот ответ Господа парадоксален, потому что ученики собираются на вечерний ужин, на вечерю, для того, чтобы праздновать Пасху, но заранее. Все будут праздновать Пасху, все евреи, на следующий день вечером, в пятницу вечером. Однако паломникам в Иерусалим, каковыми были и Господь с учениками, разрешалось праздновать днем ране. Поэтому они, находясь на вечере, в целом следуют последованию еврейской Пасхи, хотя с определенными особенностями. И вот во время совершения пасхальной трапезы была такая традиция в еврейском народе. Тот, кто возглавлял стол, если брал кусок хлеба, обмакивал его в соус и кому-то подавал из присутствующих, это было знаком особой милости, особого благоволения, особого расположения. И другим такие куски не доставались. Поэтому, когда на вопрос, кто же тебя предаст, Христос отвечает, тот, кому я подам кусок хлеба, обмакну в соус, ученики не могут это сразу понять, они думают, что сейчас он говорит о другом, он говорит о том, что есть некто среди вас, которым я особенно расположен, и обмакнув кусок, подал Иуде Симонову, Искриоту, подает Иуде. Почему же Господь обличает Иуду в его предстоящем предательстве таким необычным способом? потому что еще не все решено, потому что у Иуды есть намерение, он уже договорился с священниками о предательстве Христа, но еще нет предательства, еще нет греха, он еще может остановиться. И вот Господь подчеркивает, что до самого последнего момента, даже если есть злое намерение, греховное намерение, и Иуда, и каждый из нас, если есть такое злое намерение, может остановиться, показывает Иуде, остановись, потому что я к тебе все равно буду расположен, если ты внутренне раскаешься, если ты не захочешь меня предать. И вот знак моего возможного расположения к тебе, если ты откажешься от злой мысли, от злой идеи, вот этот особый кусок хлеба омоченный в соусе. Но происходит, к сожалению, обратное. То есть Господь, по сути дела, подтолкнул Иуду к тому, чтобы принять некое решение, но при этом Христос не навязывает ему, Иуде, предательство, наоборот, через этот жест благоволения Христос предлагает ему внутреннее раскаяние, предлагает остановиться. Но этого не произошло. Иуда наоборот решает для себя окончательно предать своего учителя. 27 стих. И после этого куска вошел в него сатана. Однако это повествование очень важно для каждого из нас, ибо у каждого из нас есть страсти, и бывают такие эпизоды в нашей жизни, когда та или иная страсть начинает в нас поднимать голос, пытается нас подчинить себе, и в этот момент она нам нашептывает некие греховные мысли. У нас могут появиться греховные намерения. Бывает, мы даже что-то начинаем предпринимать, чтобы соделать грех, но Господь нам показывает, дает знаки, вразумляет, что тебе нужно остановиться. Если мы останавливаемся, внутренне раскаиваемся, уничтожаем все возможные наши действия в сторону греха, Господь нас милует, Господь нас прощает, Господь нас восстанавливает в сыновнем достоинстве. То же самое могло произойти и с Иудой, но не произошло. Иуда укрепляется в мысли предать Христа. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Предавай, говорит он, и предавай скорее. Однако говорит так, что ученики этого не понимают. 28 стих. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал. 29 стих. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. По какой же причине Господь Иисус Христос говорит Иуде, предлагает ему уже делать то, что он намерен, но так, чтобы ученики не поняли. Если бы ученики в тот момент поняли, что Иуда является предателем, безусловно, они захотели бы его остановить. Безусловно, они предприняли бы какие-то действия, возможно, даже агрессивные в адрес Иуды, но Господь этого не хотел. Предлагает Иуде поторопиться, потому что желает Иуду удалить с вечери, ибо на этой вечере, сейчас, после ухода Иуды, Господь предложит ученикам таинство Евхаристии. Между прочим, когда Иоанн Богослов описывает, что подумали апостолы относительно задания, данного Христом Иуде, в этих мнениях апостолов есть очень важное сведение для нас. Купи, они подумали, что Иисус говорит, купи, что нам нужно к празднику. Это подтверждает то, что тайное вечеря совершалось не в пятницу вечером, когда все Иудеи праздновали Пасху, а накануне в четверг вечером, потому что в пятницу вечером уже все было бы закрыто. Или чтобы дал что-нибудь нищим. Тоже касается нищих, днем накануне они еще сидели, просили милостыню, но в самый день праздника вечера, в пятницу все нищие уже были по разным домам и уже нельзя было их найти, чтобы им что-то пожертвовать, как-то помочь. Тридцатый стих. Он, то есть Иуда, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. вероломство его заключается в том, что принимает, для всех показывает, что он взял этот почетный кусок хлеба, но выходит для того, чтобы Господа Иисуса Христа продать, для того, чтобы учителя предать беззаконным учителям. была ночь, замечает Иоанн Богослов. И вероятно, он так описывает ситуацию, потому что хочет подчеркнуть, стало темно, Иуда пошел на злое, черное, мрачное дело. И, конечно же, вот этот эпизод является указанием на то, что последует дальше. Указанием на то, как арестуют Господа Иисуса Христа, как его будут мучить, как он будет распят. Но на тайной вечере после ухода Иуды Господь предлагает ученикам, апостолам первый раз Евхаристию, потому что он уже Иисус Иуда решил предать, несомненно взойдет на крест, несомненно искупит род человеческий и предлагает себя. А после этого он, Господь, даст заповедь о любви тем, кто остался ему верным. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров